Всем привет, девчонки! Меня зовут Татьяна, рада видеть вас на своем канале. Сегодня я буду впервые рассказывать о бьюти-новостях на моем канале. Я уже затрагивала эту тему, когда делала обзор на палетку Catrice Ola Rio и словила себя на том, что я не могу концентрироваться на двух вещах, делать обзор косметики, также рассказывать о бьюти-новостях. И поэтому решила посвятить этому отдельное видео. И я думаю, что вы будете не против, потому что новостей достаточно много за этот месяц. И давайте же начнем с первой новости. Сегодня утром, просматривая YouTube, я наткнулась на канал Vogue, где Риана представляла свою коллекцию одежды под названием Fenty. И эту одежду она делала с каким-то французским брендом, потому что она говорила, что она находится в Париже. Показывая свой шоу-рум, там была представлена одежда в стиле Рианы. То, что она любит носить, это какие-то платья oversize, которые могут трансформироваться, например, из жакета в платье. Какие-то такие удобные, как она говорит, и свободные вещи, очень стильные. И она думает, что многим эта коллекция понравится. Коллекция довольно неплохая, на мой взгляд, но я думаю, что она не будет какой-то бюджетной одеждой. Это, конечно же, будет обязательно какой-то люкс, потому что вся та одежда, которая шьется в Париже, это, конечно же, прет-а-порте. И она будет не дешевой, это однозначно. Также у нее появились неоновые подводки в различных ярких цветах. И недавно также появился у нее бронзер, который я хочу купить и с вами поделиться обзором. Hoda Beauty выпустила вторую коллекцию матовых помад, которая называется Icons Collection. И здесь уже помады в более светлых оттенках. Я, когда делала обзор недавно на ее помаду, я говорила, что этот цвет, он подойдет для холодного времени, потому что первая коллекция была достаточно в темных оттенках, вторая коллекция вышла в более нюдовых оттенках. И там уже присутствуют более носибельные цвета на лето. До этого у нее появились кремовый скульптор для тела и лица, как она говорит. И эти корректора, они водостойкие, они подходят даже для тех, кто занимается спортом. Конечно, вы для того, чтобы пойти в зал, сначала, конечно, сделаете полный макияж, а затем пойдете и будете проверять, насколько он водостойкий. И также у нее появились жидкие хайлайтеры для лица и тела в трех оттенках, которые называются Luna, Aphrodite и Aurora. Эти жидкие хайлайтеры называются Nymph, Not Your Mama's Panty House. В своих видео в Инстаграм она очень много использует вот этого вот жидкого хайлайтера. Особенно любит наносить его на лицо перед тем, как сделать макияж. И когда она наносит этот жидкий хайлайтер, ее лицо настолько начинает блестеть. Ну а вообще Худа любит такого рода макияжи, когда все блестит, все сверкает. Она все-таки живет в Дубае. В Дубае это все приветствуется. И сейчас очень много брендов делают жидкие хайлайтеры, потому что скоро лето, скоро пляжи. Нужно, чтобы все тело блестело, сверкало. И также у нее появились мини-палетки, которые называются Neon Obsessions. Просто в каких-то неоновых ярких цветах. Сейчас все балуются этим неоном. И, конечно, привет, наверное, из 90-х, когда все были такими яркими, сверкающими глазами в стиле диско. У Juvia Space появился какой-то невероятный тональный с плотным покрытием, от которого все просто в восторге. Я еще не видела ни одного обзора, где бы кто-то сказал, фу, это что-то какой-то непонятный тональный. Все от него в восторге. И также с этим тональным вышел и консилер. Я, конечно, хотела бы попробовать этот тональный и консилер, потому что я любительница плотного покрытия. Конечно, когда смотришь на обзоры, ну он просто очень плотный. Я не знаю, насколько он стойкий, но просто с одним прикосновением. Половина щеки просто перекрыта этим тональным. Ну и также у них появилась и новая палетка, которая называется Nubian 3 Coral. В таких необычных цветах для Juvia Space. Потому что Juvia Space это все время что-то яркое, сильно пигментированное. Но изначально Juvia Space рассчитан на темнокожих женщин. И поэтому тени у них очень пигментированные и очень яркие. В этот раз эта палетка Coral в очень таких спокойных цветах, нюдовых цветах. Там действительно присутствует какой-то персиковый. Ну и также там есть и серый. Серый я просто ненавижу, потому что серый с карими глазами смотрится просто ужасно. Ну на себе я не люблю. И вся эта палетка также в холодных оттенках. Холодные оттенки это тоже не мои. И поэтому я бы может быть ее тоже купила. Но это просто не мои цвета и не моя цветовая, тепловая гамма. Catrice недавно выпустила палетку, похожую на Huda Beauty. Очень сильно похожую. Но они сами пишут на сайте, что это копия Huda Beauty. И я очень жду, когда она появится на сайте, потому что они только недавно представили на днях эту палетку. Кстати, еще до этого была представлена такая же палетка копия на Huda Beauty на моем любимом сайте W7. И как только вышла эта палетка, ее вмиг раскупили. Я даже не успела нажать на кнопку купить. И я оставила свой email для того, чтобы когда она появится, они мне сообщили, я хочу купить и от W7 и от Catrice. И также сравнить ее с палеткой Huda Beauty. И мне очень интересно, не порву ли я эти палетки, как распрощалась с палеткой от AliExpress, которая была тоже сделана под Huda Beauty. И я, конечно, жду эти палетки и буду с вами в будущем их тестировать. Анастасия Беверли Хиллс выпускает новую палетку, которая называется Elisa Edwards. И она очень яркая, чем-то похожа с предыдущей. Но, наверное, я бы ее не купила, потому что настолько яркие оттенки я не ношу, не люблю и даже не хотела бы делать на нее обзор. Потому что видела обзор на предыдущую палетку, которая называлась Riviera. Там были тоже такие яркие оттенки. И практически все, кто делал обзор на палетку Riviera, им мне понравились очень яркие оттенки, потому что они оставляют пигментацию на веки. Также очень сильно осыпались. И какой-то, по-моему, сиреневый оттенок вообще не накладывался на века. Какая-то там была проблема, поэтому я бы не хотела и эту палетку. Также появились рассыпчатые пигменты, которые могут подойти на свадебный макияж. Очень красивые пигменты. Конечно же, и у Анастасии Беверли Хиллс появился жидкий хайлайтер для тела, который называется Shamer Body Oil. Кстати, этот жидкий хайлайтер, он разбрызгивается по телу и очень красиво блестит. Конечно, это все смотрится очень красиво, но как это на самом деле, я не могу сказать. Также появились новые коллекции помад, которые вышли уже 21 мая. У Наташи Диноне появилась новая палетка, которая называется My New Sunrise. Она, кстати, очень похожа с новой палеткой, которая выйдет у Анастасии Беверли Хиллс. Тут есть тоже желтый, оранжевый, очень яркая палетка, очень красивые скотчи. Также и матовые очень яркие, и шиммерные оттенки очень яркие, металлические оттенки очень яркие. Ну и также у Наташи Диноне вышли и металлические помады. Мне лично металлические помады не нравятся, поэтому я просто безразлична к таким помадам. Также у Наташи Диноне появились консилеры, они матовые, с хорошим покрытием. Мне хотелось бы также и консилеры эти попробовать. Ким Кардашьян выпустила свадебный набор, который называется Mrs. West Collection. Этот набор стоит 100 долларов, и эта коллекция выпущена в честь их годовщины. Их браку исполняется уже 5 лет, и поэтому она решила выпустить вот такую вот свадебную коллекцию. Коллекция достаточно очень красивая, здесь очень красивые у нее фотографии. И ее сестра Кали Дженнер также выпустила новую коллекцию для лица, которая называется Кали Скин. Эта коллекция вышла уже 22 мая. Эта коллекция полностью веганская, в ней не присутствуют ни парабены, ни сульфаты. В эту коллекцию входит 6 продуктов. Это гель для умывания, тоник для лица, скраб для лица, крем для глаз и также серум для глаз. Также я уже упоминала о косметике Jaclyn Hill. Она запускает свою линию косметики, которая так и называется Jaclyn Hill Cosmetics. И она выпускает 20 нюдовых помад. Тоже, конечно же, веганские, с хорошей формулой. Эта коллекция выйдет 30 мая. И эти помады можно купить по отдельности. Каждая помада стоит 18 долларов. Либо в наборе. В наборе будет по 3 нюдовых помады. И эти наборы будут стоить по 50 долларов. Эти помады я бы тоже хотела приобрести и сделать на них обзор, посмотреть на их качество. Конечно, все, что делает Jaclyn Hill, это очень долго. Над тенями она работала, по-моему, 2 года она говорила. Над этими помадами она работала целых 5 лет. И когда она представляет что-то свое, это, конечно, в восторге. Я купила эту палетку. У меня есть обзор на палетку Jaclyn Hill. И я была не настолько в восторге, как она. И мне хотелось бы попробовать и эти помады, и посмотреть на качество этих помад. У Gucci появились новые помады, которые называются Goldy Red. Туда входит 18 оттенков. И я когда увидела тех девушек, которые представляют эти помады, просто испугалась. У одной была такая улыбка. Улыбка динозавра. Я не знаю, где стандарты вообще. Где красивая улыбка. Где красивые модели. Знаете, у фэшн индустрии появилась такая фишка. Рушить стандарты. Вот они их создали, вот они их и рушат. Понимаете, все, что сейчас нестандартное, более-менее кривое, гацое, все идет в модели. Просто извините меня, но настолько сейчас можно увидеть каких-то ужасных моделей. Вот какие дошло и до улыбки, понимаете. Это сатиновые помады в очень красивой золотой упаковке. И, кстати, они стоят 38 евро. Не так уж и дорого, я думаю, для Gucci. В общем, кремовая текстура, которая стойкая в течение дня. Очень мне интересно. Высокая пигментация и финиш, конечно же, увлажняющий. Короче, посмотрите на эту девушку. С девушкой явно какие-то проблемы, отклонения просто. Я нашла в интернете фотографии. Тут она вообще и полуголая, и какая хочешь. Ее зовут Дэнни Миллер. Идем в Google и прочитаем про нее информацию. О, господи. Что за фотография? Что за рот? А это вообще нормально? Походу, она и модель, и певица, и, по-моему, лесбиянка, если я не ошибаюсь. Lesbian love. Что это обозначает? Наверное, это и обозначает. Так, она родилась в 88-го года. Она еще канадская актриса, которая родилась в Торонто. Она сыграла в 2005 году в каком-то сериале. Не могу ничего толкового найти, но видно по ней, что у девочки проблемы большие. Ну и еще последняя новость. В Великобритании запретили ватные палочки, которые очень любят визажисты. Конечно же, и я их очень люблю. Но из-за того, что основание у них из пластика, на котором держатся сами ватки, загрязняет окружающую среду, загрязняет океан. И Министерство окружающей среды запретило их продажу и изготовление. И в 2020 году вы наверняка уже больше не найдете вот эти вот ватные палочки на пластиковой основе. По крайней мере, в Великобритании. Но я так надеюсь, что и по всей Европе это тоже должно произойти. Потому что мы настолько привыкли к этому пластику, который действительно загрязняет окружающую среду. Особенно океан, где можно увидеть различные фотки, как морской конек, например, держит своим хвостиком эту ватную палочку. Конечно, он не держит, наверное, как-то зацепился. Либо, не знаю, некоторые рыбы их едят, потом мы рыбу едим. Короче, это такой круговорот, замкнутый круг, который нужно, конечно же, с этим как-то бороться. Просто мы уже настолько привыкли к пластику. И тот, кто создал этот пластик, конечно, это нужно к нему обращаться и к нему задавать такие вопросы. Почему настолько пластик вошел в нашу жизнь, что сейчас этот пластик просто повсюду. И, конечно, только сейчас мы начали об этом думать, о нашей окружающей среде. И вообще, если посмотреть вот эти вот глыбы и тонны просто мусора, которые разбросаны практически в каждой точке мира, это, конечно, ужасно. То, что каждый ответственный за это, это 100%. Ну что, на сегодня это были все практически новости бьюти мира. Я надеюсь, что вам понравился такой формат видео. Дайте мне знать в комментариях. Если да, то я буду продолжать делать такого рода видео. Мне лично это интересно, потому что я сама очень люблю косметику. И косметика настолько сейчас очень быстро развивается. И не успеваешь следить за тем, как быстро выходят палетки теней, либо тональные, либо вся остальная косметика. Конечно, я не могу попробовать все это. Но мне очень интересно об этом также говорить. Чтобы вы также были в курсе. Но я думаю, что сейчас это не так сложно с различными соцсетями. За этим следить не очень сложно. Но вдруг вы что-то пропустили. И вдруг вы что-то сегодня узнали для себя, что-то новое. Пишите также ниже в комментариях. Ну и поставьте мне лайк за старание. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. И я увижусь с вами в следующем видео. Всем хорошего дня и до скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok